Такое нечасто увидишь. Следователь показывает свои архивные дела и рассказывает, как удалось найти преступника. Виктор Абрамов, так зовут следователя по особо важным делам, вспоминает, что в тот раз ему позвонили субботним утром. Сказали, что пропала женщина и следом, что нашлась. По телефону полицейский объяснял сбивчиво и понять, что пропавшую нашли в колодце мертвой удалось не сразу. Тело пролежало в огребной яме около месяца. Причина смерти не ясна. Подозрения пали на сожителя. В доме обвиняемого, подозреваемого, на тот момент еще был проведен обыск применения криминалистической техники. Все помещения его квартиры были специально веществом обработаны и обнаружены вещи, на которых, возможно, могла находиться кровь. Это резиновые сапоги, фрагмент линолеума вырезали и под окном нашли женские вещи. Больше 30 вещей изъяли для экспертизы. На тех, о которых рассказал следователь, обнаружили кровь погибшей. Подозреваемый во всем сознался. Это был бытовой конфликт, который закончился дракой. Когда мужчина нес убитую в огребной яме, ее кровь попала ему на сапоги и на линолеум. И подобных дел было много. За почти 8 лет работы Виктор Абрамов расследовал и убийства, и разбой, и уклонение от уплаты налогов. Специфика работ в Следственном комитете обусловлена тем, что большую категорию дел расследует Следственный комитет. То есть, очень широкой направленности. Поэтому дел интересных много бывает. Как в общеуголовных дел, так и в уголовных дел экономической направленности. Поэтому много было дела и, в принципе, было интересно, что и подстегивало к работе. А вообще Виктор Абрамов следователем становиться не планировал. В институте много его друзей ходили на практику в следственный отдел. Виктор этого избегал. А потом друзья ему рассказали, каково там. И тогда еще студента отправили на практику в Гагаринский следственный отдел Москвы. Руководил практикой следователь с такой же фамилией – Абрамов. В 2013-м Виктор стал общественным помощником. В 2015-м перебрался в Рязань. Сейчас уже три года работает в отделе по расследованию особо важных дел. Желился, растит пятилетнего ребенка. Как следователь, наверное, это так называемое призвание должно быть. Так и жена следователя, она должна тоже иметь такую стойкость определенную. Поначалу, конечно, она тоже переживала, потому что ввиду неопытности, ввиду специфика работы, и выходные я посвящал работе, и там задерживался и так далее, и так далее. Вот, а она по этому поводу тоже переживала. Но, как бы, сейчас уже опыт у нее есть, у меня есть опыт. Поэтому мы справляемся с этими трудностями. Сейчас Виктор Абрамов в основном занимается раскрытием преступлений в сфере налогов. Также участвует в следственных группах по другим уголовным делам. Валерий Седов, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».